Трагедия в Казани стала главной темой большого совещания антитеррористической комиссии в Махачкале. Сергей Меликов обозначил основные вопросы, что сделано в регионе, чтобы трагедия не повторилась, и что еще предстоит сделать. Конечно, разговор о том, как не допустить подобных случаев, прошел с участием практически всех руководителей ведомств республики. Подробнее в материале Мадины Рамазановой. Подобные события становятся не редкостью в нашей стране. В 2018 году в Керчи, недавно в марте длительная стрельба в Подмосковье. Теперь трагедия с гибелью детей в Казани. Беспощадное и безжалостное преступление, так Сергей Меликов назвал сегодня трагедию в Казани. Происшествие вскрыло проблему обеспечения безопасности в школах, больницах, детских садах всей страны. В Реуглавы Дагестана посетил несколько больниц и школ в эти дни. Впечатлениями поделился на встрече. Мы спокойно заходим в главный корпус, на распашку дверь в дежурную комнату. Охранник потом уже зашел за нами. Ну, сказать, извиняюсь за выражение, что там бардак, это значит ничего не сказать. Попросил охранника набрать кнопку тревожной сигнализации, значит, или дежурный телефон, он не знает. Он начал рыться, искать этот номер, который нужно набрать. Вчера, по моему поручению, помощники проверили четыре школы. Положить на то, что в школах имеются паспорта безопасности и план мероприятий при различных условиях террористической опасности. Все. Усилить защиту всех учреждений, внедрить единый подход к безопасности антитеррора в заведениях. Это первостепенные задачи на сегодня. Обсудили, как во время ЧАЭС действует охрана в школах. На сегодняшний день по закону частный, ну, ЧОПовец, он имеет право только в трех случаях применять оружие. Это когда идет хищение с территории охраняемой, когда угроза его личной жизни и для подачи предупредительного сигнала. Если будет вооруженный человек подходить к школе, он имеет право, ну, это, наверное, как-то извлечу, кашинственно, бросит пост и уйти. Он до этого не понесет никакой юридической ответственности. И вот только уволят с работы. Поэтому только, я считаю, что надо научить людей на местах правильно действовать чрезвычайной ситуации. Алгоритм действий, он примерно одинаковый при нападении, при пожаре, при возникновении стихийной какой-то ситуации, при возникновении чрезвычайной любой ситуации. Он примерно одинаковый. И алгоритм этот заключается, в первую очередь, в оповещении. Второе – это вызов соответствующих сил и средств. Если это пожар, то пожарная команда. Если это нападение, то вне ведомственной охраны и так далее. И третье – в эвакуации. Кроме того, говорили и об оружии. Сейчас его можно приобрести с 18 лет. Президент Путин уже предложил повысить этот возраст до 21 года. Сергей Меликов, в свою очередь, призывает усилить контроль за оборотом оружия в регионе и повысить требования к его владельцам. Никогда мы не будем застрахованы от человеческого факта. Мы в таком мире живем. Люди становятся менее стрессоустойчивыми. И никто не знает, что этот заболевший человек, неважно кто он, юноша, девушка, пенсионер или пенсионерка, возьмет вот этот карамультуг и зайдет куда-нибудь в школу, в больницу. От этого нужно страховать самих себя. В 2020 году в Дагестане было совершено 9 самоубийств детей до 18 лет. В текущем году уже зарегистрировано одно учащегося 8 класса школы в Карабудахкенском районе. Склонность к насилию, массовым убийствам, суицидальное поведение молодых людей. И как этого избежать? Еще одна тема встречи. Существует проблема детского суицида. Самоубийство несовершеннолетних связано с семейными конфликтами и неблагополучием. Боя с ним, насилие со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтов с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и безобличием окружающих. Предлагается провести масштабное повышение квалификации для педагогов и психологов. Выделить школам средства на мероприятия по раннему выявлению молодых людей, склонных к совершению правонарушений. Создать совет по воспитанию в регионе. И, наконец, предлагается провести масштабное повышение квалификации для педагогов и психологов. Выделить школам средства на мероприятия по раннему выявлению молодых людей, склонных к совершению правонарушений. Создать совет по воспитанию в регионе. И, наконец, предлагается построить в республике два важных объекта. Один в Каспийске, детско-юношеский центр «Авангард», где будут готовить юношей к службе в армии. И второй в Махачкале, центр дополнительного образования. В Махачкале нужно сделать хороший центр дополнительного образования, современный. Не в приспособленных помещениях, как у нас сидят там детки и роботов собирают, в помещениях приспособленных, в освобожденных классах, аудиториях. Понимаете, нужно сделать центр, хороший центр, через который потом пропускать людей, в том числе пропускать педагогов, в том числе повышать их методические способности и возможности. Сергей Меликов дал еще одно поручение правительству. Если потребуется обойти все школы, детские сады, организовать дополнительную охрану, подготовить все учреждения к 1 сентября уже сейчас, а летом обеспечить охраной все детские лагери. Мадина Рамазанова, Ибрагим Магомедов. Время новостей.